Всем привет! Сегодняшний обзор посвящен вот этому ножу. Это нож фирмы Кершу, модель Beer Hunter 2. Приобретался он на ebay, стоил 22 доллара 95 центов и покупался в магазине White Mountain Knives. Ссылочку дам в описании к видео. По сути своей, этот нож является увеличенной версией ножа Antilope Hunter 2. Визуально они практически неотличимы, по фотографии их легко перепутать, но Beer Hunter заметно крупнее. У него длина клинка больше на 2,2 сантиметра. Ну и раз уж и речь зашла о параметрах, то общая длина 24,4 сантиметра, длина клинка 11,43 сантиметра. Масса без ножен 152 грамма, с ноженами 230 и сталь здесь 80,13 мови с твердостью порядка 58 единиц по рок-веллу. Цифры, голые цифры, конечно, тяжело воспринимать на слух, поэтому, чтобы можно было визуально представлять, положу здесь Moro Compagnon, она же Clipper. Я думаю, видно, что Beer Hunter это весьма крупный нож. Собственно, он и является крупным ножом. И еще один момент, который, наверное, стоит упомянуть, это то, что при его общих габаритах и толщине обуха 3,5 мм, насколько понимаю, этот нож является холодным оружием по российскому законодательству. Сертификатов на него, по-моему, не существует, так что россиянам стоит иметь в виду, что данный нож, судя по всему, является холодным оружием. Учитывайте это при решении вопроса о его приобретении. Поставляется нож вот в такой немаленькой, прямо скажем, коробке. Внутри, в целлофановом пакете, в герметичном, с пакетиками влагопоглотителя были ножны. В отдельном пакетике был нож, и для ножа прилагалась еще вот такая бумажная насадка, защитный чехольчик на клинок, и вот такая насадка на кончик. То есть, выглядело это вот таким образом. Что касается качества из коробки, оно оказалось очень-очень неплохим. Мне понравилось качество изготовления. Оговорюсь, качество изготовления, собственно, ножа. Здесь ни на рукояти, ни на клинке я не нашел, к чему придраться. Вообще, все оказалось на очень хорошем качестве. Никаких следов облоя, никаких изъянов по заточке, по слесарной обработке и так далее, и так далее. То есть, качество обработки оказалось очень неплохим. Про ножны я этого сказать не могу, но про ножны давайте поговорим отдельно. Это уже так плавно переходим к обсуждению, собственно, ножа. И начну с ножа. Как я уже сказал, про ножны я не могу сказать, что они сделаны хорошо. Во-первых, сама по себе конструкция, ну, скажем так, понравится далеко не каждому. Но самое главное качество изготовления. Обратите внимание на пошив. На то, какие в кавычках ровные здесь стежки. Как это сделано, как это смотрится с этой стороны. Как, допустим, выглядит вот в этом месте. Какая обработка вот здесь. Такое впечатление, что эти ножны делал какой-то ученик-подмастерье, который набился в ученике какому-то специалисту по пошиву ножен. И он делает первые шаги в этом ремесле. Он старается, но пока что это его первые ножны. Поэтому получается так убого и коряво. В общем, ножны, прямо скажем, страшненькие, корявенькие. И они не вызовут желание похвастаться ими перед друзьями. Они не вызовут у вас чувство гордости за свой нож. Но справедливости ради надо сказать, что сделаны они в целом крепко. Страшно, но крепко. И, в принципе, свою задачу как таковую они выполняют. Нож здесь сидит, в общем-то, нормально. Если его потрясти, то он не выпадает. Но если взять вот таким образом и энергично встряхнуть, как градусник, то нож вылетит. Кнопка работает нормально. Хотя, нужна ли она здесь, честно говоря, для меня вопрос. Потому что без нее нож, еще раз повторю, не выпадает. А каждый раз, когда вы вытаскиваете нож и его засовываете, то задеваете вот этот хлястик. Никакого двойного подвеса здесь, естественно, нет. Это очень простая система. Ну, в общем и целом, получается так, что ножны из натуральной кожи. И, судя по всему, довольно неплохой. Она, кстати говоря, не пачкается. Ножны крепкие, прослушат, скорее всего, долго. Но, ну, страшные. Страшные, коряво сшитые. То есть, насколько это приемлемо, тут уже каждый должен решить для себя самостоятельно. Справедливости ради, надо все-таки сказать, что эти ножны включены в стоимость ножа. Включены в 23 доллара. Если захотеть сделать нормальные кожаные ножны, то стоить они будут в несколько раз дороже, чем этот нож. Ну, в общем, по ножнам получается примерно так. Ну, с ножнами, я думаю, все понятно. Теперь, что касается ножа. Впечатление по ножу очень неоднозначное. С одной стороны, в целом, нож сделан очень аккуратно. Это касается и качества изготовления рукояти, и качества изготовления клинка. Именно в плане качества здесь полный порядок. А вот прочие впечатления стоит разделить на две части. Первая часть – это впечатление о клинке. Клинок вообще очень понравился. Понравился во всех отношениях. И то, как он сведен. Здесь спуски от обуха. Сведение 0,5. Толщина обуха 3,5. Получается такой довольно крупный, довольно крепкий, но в то же время резучий нож. По продуктам работает он очень неплохо. По дереву, по картону. Основные такие тестовые материалы. По всем этим задачам работает он очень неплохо. При этом у него очень неплохая сталь. Естественно, с учетом того, что это банальная 8СР13. Сталь не проявляет склонности к коррозии, не проявляет склонности к выкрашиванию. Но при этом удерживает неплохо режущую кромку. Точится приятно. Работать ей тоже нормально. То есть, ну, по клинку вообще ничего плохого сказать не могу. Клинок понравился. А вот что касается рукояти, то здесь все не так просто. Рукоять, в общем-то, тоже есть за что похвалить. Хотя бы за ее полимер. Полимер оказался весьма цепкий. Он хорошо сидит в руке. Он не проявляет какой-то скользкости. Даже в мокрой, в жирной руке этот материал довольно неплохо сидит. И в целом он довольно приятный по тактильным ощущениям. Рукоять пухлая. За счет этого удобно в этой части сидит в руке. Сочетание, кстати говоря, вот с этим обухом тоже играет положительную роль в эргономике. Потому что, ну, чаще всего насечка на обухе оказывается не очень приятным решением. Потому что насечка наминает, надавливает палец. Но в данном случае толстый обух 3,5 мм. Не очень агрессивная насечка. Нормальный переход между рукоятью и обухом позволяет комфортно положить палец для того, чтобы как-то усилить рез, строгание. И заметного наминания здесь нет. То есть, вот эта насечка, этот обух здесь к месту. С этим все вроде бы нормально, но портят впечатление вот эти сильно развитые подпальцевые выемки. Теоретически они вроде бы должны предназначаться для пальцев. То есть, пользователь берет нож и в каждую из подпальцевых выемок ложится палец. Во-первых, подпальцевые выемки сами по себе решение очень неоднозначное. Потому что сделаны они на серийном ноже у всех стандартно, а руки у всех разные. Во-вторых, при увеличении рукояти в данном случае получилось, что эти подпальцевые выемки рассчитаны, ну я не знаю, наверное для Дениса Цыпленкова. Потому что моя среднего размера рука, смотрите, в лучшем случае занимает три подпальцевых выемки. При этом вот эти вершинки давят мне на пальцы. Я в принципе могу вот так вот растопырить веером пальцы, положить каждый палец в отдельную выемку. Но как только я начну работать, я сожму руку. У меня пальцы съедутся вместе и они окажутся снова вот в таком положении. Когда я нож впервые взял в руки, я подумал, что им невозможно будет нормально работать. Но вопреки ожиданиям, честно говоря, оказалось, что работать все-таки можно и все не так трагично, как предполагалось. Да, эти подпальцевые, вернее вот эти вершинки немножко давят сюда на пальцы, но они сделаны не очень острыми. В целом рукоять пухлая, поэтому оказалось, что работать в принципе можно. Это не доставляет удовольствия, это намного хуже, чем, например, на той же море сделано. Но, скажем, перестрогать без перерыва метровую штакетину я смог без особых затруднений. В итоге рукоять все-таки оказалась приемлемой в части вот этих выемок. Но я думаю, что найдется довольно много людей, которым это будет создавать серьезный дискомфорт. Поэтому, если есть возможность, лучше перед приобретением ножа все-таки его как-то подержать в руках, чтобы оценить для себя этот момент. Так что, если бы сделали здесь без вот этих вот выемок, сделали бы просто при той же длине рукоять в духе компаньона, то я думаю, нож только выиграл бы от этого. В общем, если подвести итог, то, ну, скажем так, за 23 доллара нож оказался довольно неплохим. Самое серьезное нарекание к нему, с моей стороны, это рукоять. Рукоять из хорошего материала, качественно сделана, но эти подпальцевые выемки в таком виде здесь вообще ни к чему. Если бы они это исправили, то нож вообще был бы отличным. Что касается ножен, ну, в принципе, это каждый решает для себя сам. Ножны вполне функциональные, крепкие, я думаю, долговечные, но страшные. Страшные, неаккуратно сделанные, производящие впечатление, либо какой-то кустарщины, в худшем смысле этого слова, либо какой-то халтуры. В общем и целом, кстати говоря, нож мне напомнил Benchmade Rent, который у меня фигурировал на канале в обзоре. Там тоже получалось так, что очень хороший клинок, но очень неудобная рукоять. Хотя, кстати говоря, на Benchmade, помимо того, что рукоять была неудобна, она еще была сделана с явными огрехами в качестве. Здесь, по крайней мере, по качеству все нормально. Итак, завершая обзор, нож получился очень неоднозначный. Если он вам более-менее ляжет в руку, я думаю, что это будет неплохой вариант, но есть довольно высокая вероятность того, что не ляжет. Благодаря вот этой очень своеобразной рукояти. Ну и, кстати говоря, забыл еще показать маркировку и показать, что на китайское происхождение указывает надпись вот здесь на рукояти. Ну, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. До свидания. До свидания. Продолжение следует...